МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба 1-го Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Коротко о главном. Как взаимодействуют аварийно-спасательные службы и гражданские формирования, выяснялось на специальных учениях, проводимых на Карагандинской железной дороге в сортировке. В сюжете Сергея Высокосова вы узнаете все подробно. Жители улицы Гастелло уже 11 лет не могут дождаться ремонта дороги. Подробнее Марк Бюшко. В Караганде отметили День уфологов. О том, приземлялись ли сюда разные летающие объекты или гуманоиды, смотрите в репортаже Амина Смаковой. Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур обернулся аварией. Как сообщает КАСТАК, ракета с тремя российскими спутниками «ГЛОНАСС» взорвалась в 70 километрах от Байконура. Через несколько секунд после старта ракета резко изменила траекторию полета, после чего начала разваливаться и взрываться в воздухе. Ее обломки упали возле стартовой площадки. Жертв и пострадавших нет. По данным агентства «Интерфакс», на месте падения ракеты вылилось несколько сотен тонн гептила, чрезвычайно токсичного топлива. Между тем, по предварительным данным, авария произошла из-за отказа двигателя и ракета-носителя. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Владимир Башко. Улица, носящая имя героя Николая Гастелло, нуждается в капитальном ремонте. Большая часть ее жильцов – пенсионеры, которым трудно взять ситуацию в свои руки. Они своими силами стараются отремонтировать дорогу, закупая на стройках щебень и заполняя им ямы. Городские власти, по словам жителей, не оказывают в этом никакого содействия. Ситуацией разбирался Марк Брюшко. Да и вообще некрасиво улица такая, Гастелло, это же, я не знаю, это герои. Любовь Шикуткина вместе со своим мужем переехала на улицу Гастелло в 2001 году. Начиная с этого времени, их семья вместе с соседями безуспешно пытается привести улицу в порядок. Еще в 2002 году им пришло письмо о том, что на ремонт дороги выделили около полутора миллионов тенге. Ни денег, ни ремонта люди так и не увидели. Обращались ко всем. В 2002 году нам прислали письмо и обещали, что дорога включена в ремонт на 2002 год. И вот сейчас уже 2013 год, середина, дорога в таком же состоянии. Суворовское училище находится чуть дальше. Все студенты, наши будущие воины, наши защитники идут этой улицей, улицей героя нашего Гастелло. Местные жители уже более 10 лет не могут добиться ремонта дороги. Асфальтовое покрытие здесь видели только в советские времена. Пенсионеры рассказывают о том, как дорожное полотно еще в 50-х годах было повреждено ремонтом трупов. По словам старожилов, за все то время, что они обращались в службы городского и областного акиматов, никто из представителей власти их так и не посетил. Каждый год во время ремонтных работ на ближайших центральных улицах движение пускают по и так разбитой дороге Гастелло. Пыль летит в дома, негативно сказываясь на здоровье людей и чистоте их жилищ. На проблему обратили внимание депутаты городского маслехата. После одного из выездов постоянной комиссии по ремонту дорог, народный избранник Булат Кенжин пообещал оказать содействие в разрешении этой проблемы, поскольку улица Гастелло выходит на социально значимые объекты и центральные улицы города. На самом деле мы видим, что тут необходимо ее ремонтировать, капитально ремонтировать, поэтому мы будем выходить с этим предложением на власти городские. И желательно даже в этом году сделать ямочный ремонт, а если не получится, то заложить деньги и на будущий год сделать капитальный ремонт полной улицы. О проблеме знают и сотрудники городского Акимата. Чиновники уже введены в курс дела и обещают, что о печально известной дороге никто не забудет. Действительно, на сегодняшний день состояние дорожного оплаты на улице Гастелло оставляет желать лучшего, особенно после ремонта восстановительных работ коммунальных предприятий. Но, тем не менее, мы в этом году планируем включить его на средний ремонт на следующий год при условии достаточного финансирования. Жители улицы Гастелло уже отчаялись найти какую-либо помощь. Оставшаяся надежда – телевидение. Быть может, с его помощью людям удастся достучаться до Акимата. Марк Блюшко, Боржан Алипов, Жуслан Амандык, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Водный коллапс. Жители нескольких домов по улице Муканова больше двух месяцев остаются без горячей воды. Холодное водоснабжение здесь также отсутствует. Нет давления, говорят местные жители. Тем временем в компании «Теплотразит Караганда» рассказывают, что на юго-востоке проводится реконструкция коллектора. Все для того, чтобы отопительный сезон прошел нормально. Все подробности далее. Тамара Бойко – пенсионерка. Уже больше двух месяцев женщина на жесткой экономии воды. Она и другие жители улицы Муканова, 18, жалуются. Холодная вода на верхние этажи не поступает. А тут еще и горячую отключили. Словом, никаких благ цивилизации. Вот тут 10 дней вода вообще не капает. А когда начинает идти, ночью набираем в ванну воду. И вот из этой ванны мы и посуду моем, и умываемся, и туалет смываем. Самое страшное – это, конечно, туалет. Смывать водой. Так и будем греть. В кокруге вода. Причем они… Холодная вода вообще плохо идет. А зато коммунальные услуги оплачиваем полностью. Нет воды с середины мая в близлежащих домах по улице Муканова. С тех пор, как компания «Теплотранзит Караганда» произвела разрытие и начался ремонт коммуникаций. По словам местных жителей, работы давно забросили. А воды как не было, так и нет. Когда ее ждать, они не знают. Ну вот и получается, что вот в мае они разрыли вот это все. В начале июня они ушли, техника их вся уехала. Ни людей, никого. Все это вот так вот и стоит. А здесь у нас и дети бегают, могут упасть. Не проехать, не пройти. А вот генеральный директор компании «Теплотранзит Караганда» жителей успокаивает. Оказалось, что от микрорайона «Орбита» до магазина «12 месяцев» ведется реконструкция тепловых сетей. Все для того, чтобы зимой жители не мерзли в своих квартирах. Объем работ большой. Подрядчики обещают закончить в сентябре. Понятно, что сейчас мы сталкиваемся с какими-то трудностями в плане горячей воды, но качественное теплоснабжение гораздо важнее в зимний период. Хочу как бы не то, что успокоить, но может подбодрить так жителей. Мы с Пассаты Балдином тоже меняем проходной коллектор. Тоже жильцы видят, что я там и автостоянки перекопал, там полностью меняю 100% замена проходного коллектора. Когда я его закончу, я брошу временную перемычку и дома 16-18, думаю, с 15 июля мы уже включим в работу. Горячая вода там будет с 15 июля. Ирина Камышова, Кайрат Рашитов, Сергей Высокосов, Марат Култенов, 1-й Карагандинск. Примерно все на короткую рекламу, не переключайтесь. Далее все самое интересное. Иссык-Куль. Райские отдыхы доступны каждому. Великолепное горное озеро, песчаный пляж, чистейшая вода, горы, аромат зелени, благоухание цветов. Благоприятные условия для отдыха и лечения. Отдых вместе с Карлыгаш. 42-42-15, 42-42-21. Угроза пожаров и отравления Амиаком нависла над депо и сортировкой. 133 человека и 21 единица техники боролись с чрезвычайной ситуацией. Так начались тактика специального учения на Карагандинской железной дороге. Поставленные задачи выполнены. Репортаж с учений ведет Сергей Высокосов. События разворачиваются стремительно. По фаболе учений на железной дороге произошло столкновение двух цистерн с аммиаком и бензином. Происходит взрыв горюче-свазочных материалов. Угроза нависла не только над депо, но и перед всей сортировкой. На тактику специального учения привлекаются местные исполнительные органы, территориальные подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики и Карагандинской области, службы гражданской обороны, организации, аварийно-спасательные службы и формирование области. Все они должны работать как единый организм. Из-за возможности отравления санитары оказывают помощь раненым в костюмах химической защиты. Пожарные бригады тоже работают в огнезащитных костюмах. Постоянно подается вода на цистерну с аммиаком. Проводятся замеры возможной утечки. Пеной заливают цистерну с бензином, чтобы предотвратить возгорание. Мешками с песком обкладывается зона разлива горюче-смазочных материалов. И все это без лишнего шума, без лишних вопросов. Фавула учений имеет под собой реальную основу. Буквально месяц тому назад в России произошло подобное в Ростове. Правда, все это было масштабнее. Пришлось эвакуировать горожан, были пострадавшие. Но даже вот такое смоделирование чрезвычайной ситуации требует огромной отдачи сил, энергии, чтобы ликвидировать возможное ЧП. Подобное учение – это реальная необходимость. Прошлой зимой на участке железной дороги Астана-Караганда произошел сход вагонов. 12 железнодорожных составов оказались запертыми в сортировке Караганде. Буквально две недели назад в Газеларгинской области произошел сход состава. Всех пассажиров надо было обеспечить едой, водой. Этим занимались службы чрезвычайной ситуации. В ходе ликвидации мы отрабатывали вопрос взаимодействия структур министерства по чрезвычайным ситуациям, дезинфицированной территории Караганинской области, а также подразделений железной дороги. Вы знаете, что в составе КТЖ у нас есть пожарный поезд, есть аварийный восстановительный поезд. Вот эти подразделения также с нами взаимодействовали. Ну, соответственно, работали структуры охраны общественного порядка и медицинской службы. Как не разговаривал фельдмаршал Суворов, тяжело в учении, легко в бою. Прямо в боевой обстановке поблагодарил подразделение с удачно выполненной задачей заместителя КИМ области Сабыргале Идрисов. Не хотелось бы, чтобы на наших железных дорогах случались подобные ЧП, но быть в боевой готовности надо всегда. Сергей Высокосов, Марат Кутенов, Первый Карагандинский. Карагандинцы готовятся ко дню уфологии, который весь мир отмечает 4 июля. Говорят, в этот день происходят самые необычные небесные явления. Некоторые даже наблюдают НЛО в небе. Среди жителей Караганды немало тех, кто в инопланетный разум все-таки верит. Искали контакт с НЛО и наши корреспонденты. Это скорее контроль. Это сеанс погружения в транс ассистентки Кайрата Генебаева, известного карагандинского экстрасенса. Его еще называют вторым Эдгардом Кейси. Исновидящий видит будущее и прошлое, а недавно человек со сверхспособностями имел прямое общение с неземной цивилизацией. У меня один раз был контакт с неземной цивилизацией. Это Сириус, ну, Орион Сириус так называемый. Это наши прародители. Те, кто нас сделал. Человек – это полностью искусственная биомашина, скажем так. И, ну, у меня был один раз контакт, но это был чисто телепатический такой контакт. То есть не было видео, то есть я не видел картинки, я не встречался. Первые расследования об инопланетянах начались 4 июля 47-го года прошлого века. Тогда в Розвилле началось расследование катастрофы, которую многие считают крушением НЛО. Через 50 лет эта дата стала отмечаться как Международный день уфологии. Среди карагандинцев нашлись и скептики, которые в существование инопланетной цивилизации не верят, и те, кто все-таки надеется. Мы не одни во Вселенной. Вы верите в НЛО? Конечно. Вы, может, видели что-то подобное? Нет, не видела. В НЛО? Да нет, что это такое, вообще не верю. Нет. Тебе не интересно? Интересно. А вот известный карагандинский травести актер Дива Риадна Арманди в инопланетян верит и даже мечтает с ними встретиться. В обычной жизни Владимир Карнаковский в силу своей деятельности однажды на Новый год даже переоделся в костюм инопланетного Деда Мороза. Что касается НЛО, конечно, что-то есть. Потому что, если люди говорят, что вот они видят там тарелки какие-то или что, не верить им нет смысла, а как бы вот так вот. Я сам не видел ни разу, но если бы увидел, я бы этому не удивился. Великие уфологи мира говорят, что в этот день с 11 до 12 вечера можно увидеть разные летающие объекты. Возможно, именно сегодня карагандинцы смогут увидеть НЛО или какого-нибудь гуманоида. Амина Смакова, Лжас Габасов, Марат Култевов, Первый Карагандинский. Какую историю мы изучаем в вузах? Какой подход важен для истории, научной или мифологической? Вопросы перекосов, преподавания и национальной истории обсуждались в Карагандинском государственном университете имени Букетова. Сергей Высокосов с подробностями. В работе регионального совещания по вопросам изучения национальной истории приняли участие ученые, преподаватели, представители органов государственной власти Карагандинской, Акмолинской, Кастанайской и Североказахстанской областей. Осознать свое гражданское «я» без понимания исторических процессов и самой истории просто невозможно. Но сегодня историю, как науку, в вузах перестали преподавать. И ведь есть средства, есть интереснейшие археологические находки. Но история не всегда служит для создания исторического самосознания. Интереснее и проще изучать мифы и легенды древней степи. Да и то, на эти сказания отводится всего 45 часов. А сам курс истории у первокурсников вузов является повторением школьного учебника. История, основанная на научном подходе, она не всегда служит основой для формирования исторического сознания. А историческое сознание – это как раз основа гражданского и национального сознания. То есть это элемент самоидентификации общества. Если наше общественное сознание будет основываться не на научной истории, а на исторических мифах, как это сейчас, к сожалению, происходит, у такого общества будущего нет. Задача, которая стоит перед учеными и педагогами – вернуть историю на научные рельсы. Нельзя дилетантский подход к изучению своего прошлого возводить в научный ранг. Мы создаем новейшую историю, а прошлое плохо понимаем. Это нонсенс. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Карагандинцам не стоит ждать теплой погоды. Синоптики говорят, что июль будет прохладным и дождливым. Начиная с сегодняшнего дня и вплоть до следующей недели ожидаются дожди, грозы, возможен град. В целом до конца месяца будет неустойчивая погода, рассказывают в областном филиале КАЗ «Гидромет». По прогностическим картам у нас ожидается такая низкая температура в пределах по области 18-23. На юге чуть-чуть теплее, потому что теплые воздушные массы на юг проникают. Будет там в пределах 25-30 градусов тепла. О новостях спорта расскажет мой коллега Берик Апаров. Он уже в студии. Берик, тебе слово. Об итогах турнира «Казахстан-БРСИ» об этом и другом через пару секунд. Спонсор показа «Галакси Групп» – производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». Юных спортсменов приглашают участвовать в Лиге дворового футбола среди дворовых команд района имени Казбекби. Турнир посвящается 15-летию Астаны, столетию казахстанского футбола. Заявки для участия принимаются до 6 июля в административном здании стадиона «Шахтер». Телефоны для справок – 49 39 56 42 67 31. Для всех казахстанских любителей бокса воскресенье началось просто превосходно. Караганинский воспитанник Геннадий Головкин одержал свою очередную победу на профессиональном ринге. И снова нокаутом. Это была битва сразу за два титула чемпиона мира по версиям WBA и IBO в среднем весе. Бой проходил в зале Grand Foxwood в городе Машантукет, штат Коннектикут, США. Мэтью Маклин, противостоявший Геннадию, имел вполне внушительную статистику. Из 20 боев только 4 проиграны и целых 20 побед нокаутом. Но даже она не шла ни в какое сравнение с карагандинцем. 26 боев, 100% реализация и только 3 поединка не заканчивались нокаутом. Бой с самого начала проходил полностью под диктовку Головкина. И в третьем раунде Геннадий закончил поединок хлестким ударом в печень, после которого Маклин уже не смог подняться. 6 июля в Казани стартует 27-я всемирная летняя универсиада. В национальной сборной Казахстана различных дисциплин попали и карагандинцы. Так, в сборную по греко-римской борьбе попал Ерлан Искаков. Женскую борьбу представят Эльмира Сыздыкова и Зоя Камшикова. Также в Казань отправятся три самбиста из Караганды. Арман Царсенбин, Айдин Дартаев и Биембет Канжанов. В Астане завершился традиционный республиканский турнир по Казахшакурес – Казахстан-Барысы. В финальную стадию каждая область диригирует по два спортсмена. Победителем этого турнира в этом году стал представитель Восточно-Казахстанской области Айбек Ногымаров. Самые любимые виды спорта в любой стране – это национальный. Тот спорт, который корнями уходит глубоко в историю формирования этноса этой страны. Для казахов это Казахшакурес. За сотни лет истории этот вид борьбы почти не изменился. И традиционный турнир «Казахстан-Барысы» каждый год способствует все большей популяризации этого вида спорта. В этом году звание «Казахстан-Барысы» с гордостью будет носить представитель Восточно-Казахстанской области Айбек Ногымаров, одолевший в финале карагандинца Ержана Шинкеева. Были представители из Монголии, из Китая, болельщики из Киргизии, из России. Передача была, вот есть же российская передача «Боец». Они 8 часов показывали на всю Россию. По данным, вот это соревнование транслировалось на прямом эфире на 69 стран мира. На этом новости спорта подошли к концу. Берегите себя и занимайтесь спортом. Спасибо, Берек. Наш выпуск подходит к концу. Напоминает телефон новостной службы 1-го карагандинского 420649. Звоните, делитесь интересной информацией. Благодарим за внимание. Всего доброго. Аман, сау, бонусы. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова